Премия губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» нашла своих победителей. Обладателями наград стали инициаторы и создатели социально важных для региона проектов. Люберцы дважды стали первыми. В чем, расскажем в нашем сюжете. С малых добрых отдел начинается масштаб. Именно эта задача, именно показать людей, которые делают то, что помогает другим, то, что вселяет их уверенность, то, что их вдохновляет. Церемония награждения прошла в необычном формате. Такие условия продиктовали антиковидные реалии. Главная сцена находилась в Москве. С нее шла прямая трансляция на 51 округ Подмосковья. В этом году подали заявки на участие 6640 проектов. Итак, номинация «Перемены Подмосковья». «Перемены Подмосковья» награждается Михаил Иванов, Красногорск. Михаил Иванов – создатель городского фестиваля для творческой молодежи. За три года фестиваль принял всероссийский масштаб, поэтому был удостоен самой крупной номинации «Перемены Подмосковья». Всего ее обладателями стали 10 инициаторов. Почетным лауреатом назвали ветерана Великой Отечественной войны Ивана Жучкова из Фрязина. В 95 лет Иван Жучков ведет уроки патриотизма и содержит музей войны во Фрязинской школе. Ветеран рос в детском доме. Несмотря на сложную жизнь, он полон стремлением помогать окружающим. «Дет дом дал мне хорошее знание, научил любить друг друга, товарищей, дом свой, город свой, область, целую и страну». Премии были удостоены все, кто неравнодушен к своей малой родине. Номинации были поделены по масштабу деятельности – область перемен, округ перемен, территория и место. Люберцы в этом году стали первыми по количеству инициатив во всех категориях. Там участие в конкурсах приняли 1244 проекта. Люберцы! Награждение самой многочисленной номинации «Место перемен» проходило в округах. Мы родимся вот этими малыми делами, которые в целом формируют город. Потому что мы же гордимся, что вы люберецкие, люберчане. Итак, я приглашаю на сцену Антону Светланову Анатольевну! Светлана Антонова участвует в премии губернатора с начала ее основания. Но награду получила впервые. Светлана работает в детском саду с ребятами, у которых есть дефекты речи. Ее проект – волшебный космос. В проекте принимали участие дети, педагоги, родители. В конце нашего проекта, как итог, мы провели космическую конференцию, где дети смогли почувствовать себя в роли журналистов, задавая друг другу вопрос в интересной форме. И нам нужно сказать, что фантазия детей безгранична. Работает с детьми и другая победительница конкурса – Алевтина Марчук. Она педагог театральной студии в Томилино. У нее 17 воспитанников. Для них она не только преподаватель актерского мастерства, но и главный наставник. А все начиналось с пяти человек. Взрослые очень часто забывают про детей, как бы это грубо ни звучало, просто не хватает времени. Сейчас родители очень заняты. И дети очень часто просто нуждаются в какой-то теплоте и поддержке дополнительной. Вот я эту поддержку оказываю. По количеству наград люберцы тоже стали первыми. Из 500 лауреатов со всего Подмосковья победителями стали 60 люберецких проектов. И с каждым годом количество участников от люберецкого округа растет.